Может, потому я и остался жив? Сяоян был поглощен пламени парчевого сердца, но неожиданно это стало приятным сюрпризом, поскольку в его кольце много лекарственных материалов. Глубины магмы стали лучшим местом для очистки лекарств. После того, как Сяоян поглотил всю эссенцию, он прорвался от Доулин к Доуан за одно мгновение. Это на самом деле можно считать чрезвычайно быстрым прорывом до уровня Боевого Короля. С другой стороны, Королева Медуза и Семицветный Питон совершают слияние душ, и Медуза берет верх. В будущем наша гордая Медуза по-прежнему будет доминировать над телом, но она мягче, чем раньше. И ее сила стабилизировалась на уровне Доу Цун. Медуза была в ярости и хотела свести счеты Сяояня. В это время он поглощал пламя парчевого сердца. В конце концов, пламя вызвало ожоги, из-за чего Сяоян чувствовал себя очень некомфортно. Так уж получилось, что Медуза пришла, чтобы свести счеты. Так что, по стечению обстоятельств, Сяоян взял Медузу к себе. Многие огорчились, узнав, что сюжет Королевы Медузы был удален. Судя по некоторым ранее опубликованным изображениям, на этот раз были удалены сцены, где Сяоян и Королева Медуза ласково смотрят друг на друга, берут руки друг друга, и Сяоян обнимает Королеву. Спустя два года Сяоян перешел от Доулинг к пику Доуа. А как насчет Цзиянь и других? Прошло два года с тех пор, как Сяоян попал в ловушку пламени и вырвался из башни, снова появившись вперед всеми. В этот период Сяоян не только усовершенствовал пламя парчевого сердца, но и объединил пламя два вида пламени. Все были потрясены. Два года спустя Лин Цзюя уже был пятизвездным боевым королем Доуа. Лю Цзюя и Лин Цзюя также решили служить старейшинами во внутреннем дворе. После двух лет стараний Лю Цзюя также продвинулся до уровня Доуан 5 звезд. Цзиянь также достигла пикового уровня Доуан, всего шаги от Доу Хуан. Большое спасибо за просмотр. Напишите, как вы думаете, насколько сильным станет Сяоян уровня Доуан? Подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok